ну что вы смотрите сыроежкин то это я угадайте из какого это фильма салам дэрли до старт ахшам на сфер ахшам на сфер добрый вечер дорогие друзья good evening dear friends первый вопрос я уже задал из какого советского фильма была цитата ответьте пожалуйста потом привет и всем и ответы на вопросы моих дорогих зрителей будут или к середине или концу видео что сегодня мы кушаем из плова сделали запеканку с плавленным сыром друзья газмах которые не смогли съесть прошлый раз он просто был на дне казана поэтому его даже не тронули буду кушать сегодня смотрите огромный газмах с человечком с маленьком а погаз под газмахом жареная картошка с курицей вот он газмах я его положу сюда потому что сейчас буду кушать здесь жареная картошка с курицы прекрасная к сожалению рис отсюда сюда тоже наверх на верхушку упал на десерт у нас бананы с йогуртом йогуртом мангу друзья со вкусом мангу и буду кушать квашеный квашеная морковка и квашеный бурячок свеколь свекла очень очень вкусная мягкая и сладкая друзья ну и небольшой кусочек капуста тоже здесь есть минералку будем пить прошлый раз показал оставил сторонке не было места и так и забыл там поэтому сейчас сразу же открываю посмотрите я уже говорил это наша гордость эта минералка истису кельбаджар кельбаджарские это тоже одно из самых красивых мест в азербайджане горы озера вот там есть источник истису горячая вода переводится вот это есть но она не горячая естественно холодный из холодильника но очень очень вкусная свой в письме специфический вкус друзья не просто газированная вода вот обычно бывают вот которые покупаешь как будто бы обычную воду из крана взяли добавили туда газ немножко не даже пить невозможно все время извините рыгаешь а это очень приятная на вкус чувствуешь вкусы и запах не серого дорода нет очень вкусный ну и вот с сырным соусом друзья кушаю вот он азербайджанский так что начинаем хочу немножко вот картошечки чесночком еще попахивает друзья вы увидите наверно на заднем плане декор гирлянды новогодний новогодний обожаю новый год что с нетерпением как ребенок поэтому повесил чтоб поднять настроение и себе и вам газмах он бывает под пловом его кладут вот 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 в азербайджане если к вам приходят гости и вы приготовили плов то газ махом угощает первую очередь гостей в знак уважения это одна из самых вкусных частей плова а теперь вот сам плов с плавленым сыром это моя импровизация так не рыгайте янтарный сыр запекся о май гад друзья очень вкусная запеканка получилось свеколька брачок вкусно это сосед пришел я на кухне сижу хотя форточка закрыта все равно слышно буду передавать приветы отвечать на вопросы поздравлять днем рождения я живу кстати в городе баку кто новые зрители спрашивали а баку это столица азербайджана кстати президент азербайджан и хамалиев сейчас находится в россии в казани на саммите брикс в аэропорту ему преподнесли президента татарстана раис татарстана преподнес нашему президенту чак-чак я был в казани мне очень понравилась вот эта сладость чак-чак даже домой привозил с удовольствием поехал бы еще в казань так вкусно джизе капусточка пилюс . так вкусно так 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 очень-очень вкусная мелко она брендовая друзья вот даже пластиковая бутылка посмотрите видите с названием бренда это и есть вот настоящий бренд настоящее качество и поэтому стоит два раза дороже чем обычная минералка но она того стоит если честно целебная кстати вода советские годы вести су это в кельбаджаре в азербайджане в горах были санатории где приезжали откуда куда приезжали со всего советского союза отдыхать и лечиться лечиться главное еще газмаха хочу покушать он очень вкусный и весь измазался как поросенок сладковатая какая вкусная друзья Субтитры сделал DimaTorzok Картошка тоже такая вкусная Такой мягкий и вкусный барючок Сладковатый Как кролик кушает морковку Очень хочу десерт Бананчики, лимончики Эквадорские, заморские С какого фильма, друзья? Продаю, я продаю просто даром даю Любимый фильм Мой, люблю этот фильм Потому что знаменитая актриса У меня есть один зритель Он сразу угадает Потому что это фильм его любимого режиссера Друзья, еще знаете, какой фильм люблю смотреть? Сирота Казанская Обожаю этот фильм Как сказка Валентин Гафт Олег Табаков Лев Дуров В главных ролях Или за главных ролях Спелый банан Вкусно Сегодня прекрасная погода Было солнышко вышло Немножко прохладно было Но приятно было выходить Даже вчера на футбол Когда мы ездили Тоже была прекрасная погода Обожаю вот такую погоду Когда прохладно Не жарко Но вместе с тем солнце Тихая такая погода Без дождя Шикарная погода была Запеканка Хочу Хотя в обоих блюдах Основной ингредиент Это курица Здесь у нее вкус Совершенно другой А вот здесь Другой Вот разный на вкус Мммм Ммм Смотрите продолжение в следующей части. 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 Итак, переходим к основной части марлезонского балета. Друзья, в первую очередь, конечно же, хочу поздравить с днем рождения сына моей подписчицы или зрительницы Лалиханам. Лалиханам, ее сын исполнилось, по-моему, сегодня или вчера, 14 лет. Дай Бог вам и вашему сыну крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни в семейном кругу, чтобы вы увидели его прекрасную свадьбу, прекрасных потом внуков. Ну, до этого еще университет. Это самые типичные стандартные пожелания в Азербайджане друг другу, людей, близким. Так что хочу, чтобы вы гордились своим сыном, пускай он это посмотрит тоже. Учись хорошо, вот я к сыну обращаюсь. Всегда делай так, чтобы мама тобой гордилась, потому что родители очень долго, долгий период воспитывают своих детей, отдают своим детям всего себя, вкладывают в свою душу своих детей, развитие своих детей, и всегда, всегда придут на помощь в трудные минуты, особенно матери. Так что люби свою маму, уважай ее и не обижай ее. Потом, переходим к дальнейшим приветам. Ярослав Кудинов из Санкт-Петербурга, передаю пламенный привет. Ровшан Ибрагимов из Баку, из Баладжар. Коза Ностра. Дмитрий Фаталеев, это мой друг из США, никогда ему не передавал привет. Вот сейчас special thanks for watching my channel. Из Флориды или из Флориды, как там трудно, я не знаю, правильно, то есть. Шалаля Аскендарова. В прошлый раз я передавал привет, но не знал, откуда она смотрит. Даже думал, что она из Узбекистана, оказалось, что это моя землячка. Но она живет в России, в Чумени, Няганда. Вот такая местность, городок. Потом, Кристина Ресняну, она писала из другого города, была в отпуске. Или в Румынии, по-моему, была, или в Молдове, не помню, вы извините. Сейчас она вернулась в Англию и после приятного отдыха приступила к работе. И оттуда уже пишет комментарий. Так что, привет к ЮК. Потом, Габиат Ахметов из Казахстана. Вот я приятно, меня удивляет каждый раз. В прошлый раз он называл нашу футбольную команду, не в Чи Карабах. А сегодня он написал, что он любит и смотрит фильм «Не бойся, я с тобой». Это азербайджанский фильм с Поладом Бельбелеглу и Львом Дуровым в главных ролях. Там еще Кантемиров играет, тоже отличный актер. Режиссер этого фильма Юли Гусман. Шикарный фильм, двухсерийный. Очень советую посмотреть, друзья. Вам очень понравится. С восточными такими эпизодами. Снято в Азербайджане, в прекрасных местах. В Исмаиллы, по-моему. Или в Гахе, вот там в разных наших местах. Обязательно посмотрите. Фильм называется «Не бойся, я с тобой». На русском языке, кстати, можете посмотреть. Потом. Рагиль Нуриев, мой зритель, он... Вот я в прошлый раз кушал чакмя плов. Это азербайджанский плов. Принадлежит им, этот плов принадлежит к западно-азербайджанской кухне, друзья. Кухне западного Азербайджана. Я уже в интернете сам тоже посмотрел и узнал. И он тоже вот мне подсказал. Так что спасибо, что смотрите. Спасибо за информацию, Габи. Рахиль. Вадимон Стюарт. Спасибо. И вы еще там написали, что будем задавать вопросы. Пожалуйста, я всегда готов отвечать на вопросы. Один раз сделаю специальный стрим, где буду отвечать на ваши вопросы, друзья. Потом. Галина Недорезова из Беларуси. Большой-большой привет. Людмила Карпенко. К сожалению, я передаю привет, но в прошлых видео она писала в комментариях откуда. Я точно вот не помню, вы уж извините. Ренат из Северной Осетии. Пишет. Салам, Ренат. Передай привет Северной Осетии. Замина Магеррамова. Спасибо большое, Замин Ханум, что смотрите. Очень-очень приятный комментарий. Спасибо вам. Потом, к сожалению, имени не знаю. Ник Дер. 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 Вот такой ник из Питера. Салам, Питер. В Питере, кстати, живет мой дядя с семьей. Ксения Волгина. Вот еще раз хочу передать привет. Из солнечной Москвы. Она написала. Вот я так и передаю. Спасибо огромное. Эсмира Мамедова, моя землячка, по-моему, тоже из России. Она благодарила за то, что я показываю в своих видео азербайджанские блюда. Не за что. Мне самому очень приятно, что меня поддерживают мои соотечественники. Нашу любимую азербайджанскую кулинарию я хочу, чтобы знали во всем мире. Может быть, что-то иногда мне не так получается, не обессудьте. Но я стараюсь. Потом. Валерия Четвергова. Она спрашивала, как меня зовут. Рауф или Ральф? Меня зовут Рауф. Галина. Мое настоящее имя Рауф. Но никнейм, в смысле, ну, как псевдоним, который я использую в социальных сетях. Ральф Искандер. Тут точное название моего канала, кстати, тоже такое. АСМР Ральф Искандер. Так что на этот вопрос тоже ответил. Инга Литепло. Не знаю, из какого города. Если вы смотрите, напишите, пожалуйста. Спасибо за просмотры. Потом. Черное сердце. Вот такой ник. Он задавал вопросы. Сейчас я на них отвечу. Джамал Теулова из Казахстана передаю, как всегда, большой привет. И вот хочу остановиться на одной теме. Хабиби обиделась на меня. Ник Хабиби 1994. Обиделась из-за того, что я не ответил на ее комментарии. Друзья, клянусь, вот когда у меня поездки бывают, я отвечаю на все комментарии. Не могу ответить только в двух случаях. Вот первое. Когда у меня поездки, я могу ответить с двух, иногда с трехдневным опозданием. Потому что бывают две игры подряд, выездные в районах. Вот у меня недавно было. За эти два дня, естественно, я не мог не ответить практически ни на один комментарий. Потому что все время в пути. Вы видите, я очки одеваю. Вот из-за моей профессии журналистики. Из-за того, что я часто использую телефон, компьютер, лэптоп. Зрение немного ухудшилось. А тем более, если буду это в пути еще делать, телефон держать, вообще станет хуже. Поэтому, когда у меня бывают поездки, могут быть задержки с ответами. Я потом ответил ей, но она, по-моему, уже обиделась и не смотрит. Все равно, в любом случае, спасибо за все ваши просмотры и комментарии тоже. Но обижаться на меня не стоит. Я не игнорирую никого из зрителей, никакие комментарии. И если вот это иногда бывает, вот недавно вот тоже было. Смотрите, друзья. Не все комментарии мне видны. Часть комментариев YouTube не выборочно. Вот там конкретно, наверное, какие-то слова. Может быть, им кажутся вот такие вот спамные. Они отправляют спам. И я могу их увидеть только в том случае, если зайду. Вот кто ютуберы, они знают. Раздел непрочитанные, которые находятся под модерацией, под проверкой. И они потом исчезают, если я их не просмотрю, в течение 60 дней. Через 60 дней они исчезают. Это обычно комментарии с оскорблениями хейтера, которые пишут. Специальные слова, которые попали под спам. И иногда вот люди пишут комментарии, часть словосочетаний, в которых, наверное, подходит под этот спам. И поэтому я их не вижу. Я раскрываю, вот открываю творческую студию. Непрочитанные сообщения вот там выходят. И я начинаю быстренько на всех отвечать. Потому что очень много времени уходит, друзья. Особенно, когда вот вопросы, когда просторные вот такие комментарии из нескольких частей. Просто не успеваю иногда отвечать. Но я все равно вам очень благодарен. Просто объясняю для того, чтобы зрители не думали, что я их игнорирую. Что какие-то вопросы мне не нравятся. Нет, друзья, клянусь. Клянусь своей честью. Что это не так. И на меня не стоит обижаться. Тем более благодарным и моим вот постоянным зрителям. Так что, Габиби, не обижайтесь. Если вы сейчас смотрите. Я ответил на ваши комментарии. И вот причину задержки я вам объяснил. И задержка была не только на ваш. Там скопилось где-то около, я не знаю, даже 50, по-моему, комментариев за два дня, которые я не отвечал. И я вот до сих пор еще не ответил на все. На самые короткие я быстро отвечаю. А вот те, которые побольше, я уже должен их внимательно прочитать. Там несколько тематик затрагиваются. Поэтому должен отвечать подробно. Понимаете? Поэтому эти комментарии, и это мои постоянные зрители вот так пишут. Сейчас где-то около 10 комментариев всего осталось. Вот на данный момент. Сейчас я после завершения видео обязательно сначала отвечу на них. А потом уже загружу вот это видео. Надеюсь на ваше понимание, друзья. Всех вас люблю. Всех вас обожаю. Продолжайте, пожалуйста, смотреть. Продолжайте, пожалуйста, писать комментарии. Мне очень-очень приятно. Их читать. Завтра день рождения моей племянницы. Если не трудно, пожалуйста, поздравьте, если вы досмотрели до конца. Племянницу зовут Марьям. Марьям. Она стала студенткой в этом году. Это старшая дочка моего младшего брата. Так что, если не трудно, поздравьте. И я передам все ваши поздравления завтра вечером, когда буду у них в гостях. Так что, до завтра или послезавтра, друзья. Всех телу. И всем желаю позитивного настроения. Хорошего настроения. Счастья, благополучия и удачи. До свидания, друзья. Не обижайте друг друга, пожалуйста. Счастья, благополучия и удачи.